Наталья Юрьевна, специалист по травмам, коллекционер народных методов лечения. Я нахожусь в Академгородке, в магазине Вершки и Корешки. И в этом магазине эконаправленности у нас много препаратов, которые способствуют, в общем-то, оздоровлению организма. И если жители Новосибирска, в общем-то, хорошо знают о препаратах Витон, то есть это вот у нас такая разработка Векторовская, то, в общем-то, жители других городов даже и не знают о таких препаратах. Но интернет для того и создан, для того, чтобы мы рассказали подробнее. И если вы где-то увидели, вы уже знали, что это такое. Ну, вот изначально семную палочку, в общем-то, использовали. И у нас немцы в своё время в водолечебницах использовали вот именно заваренное вот это вот сено для лечения суставных болей. Ну, семная палочка может употребляться, в общем-то, в большем размере, в больших таких областях. И уже во время Великой Отечественной войны шли у нас разработки отечественных микробиологов для использования именно для заживления ран. Вот, ну, я говорю, семная палочка, бактерия такая. И почему именно её используют? Ну, потому что, попадая в организм, семная палочка, ну, во-первых, можно сказать, даже раньше вообще, в течение жизни, раньше древнего человека данная семная палочка попадала естественным образом в организм. В общем-то, мы ели яблоки немытые, в общем-то, не было такого тотального мытья с мылом фруктов, потому что, в общем-то, у нас экологическая направленность, экологическая ситуация была хорошая в то время, и всё это в нашем организме, в общем-то, уживалось. Вот, семная палочка, она очень интересная. Она, в общем-то, подавляет такую микрофору, которая патогенная, подавляет грибки, подавляет других агрессоров в любых организмах, как в организме животного, то есть в любых теплокровных организмах внутри, так и в организме человека. И, в общем-то, вот этот вот эффект, он взят за основу производства витомов. Это один из штампов семной палочки, которая, в общем-то, промышленным способом получена. И кроме того, что данный препарат витом у нас будет хорошо, в общем-то, уравновешивать внутреннюю микрофлору, то есть подавит в патогенную микрофлору, а, в общем-то, оставит то место для того, чтобы своя собственная разрасталась. Это ещё и хороший индуктор интерферона. То есть, одновременно с тем, что вы оздоравливаете свой кишечник, вы можете вызывать рост собственного интерферона, на чём, в общем-то, и основан эффект, что люди меньше заболевают, они хорошо и успешно борются с сезонными заболеваниями и со множеством, в общем, поддерживаете свой иммунитет ещё и изнутри. И чистому организму гораздо, конечно, сильнее, лучше справляться со всеми другими проблемами, которые даёт обычная наша жизнь. И у нас витом, витом, у нас есть достаточно смешной такой девиз при въезде в Кольцо, в Наукоград Кольцо, витом в каждый дом. Ну, я его снова повторяю, витом в каждый дом. Вот витом у нас есть в больших расфасовках, то есть это у нас в порошке. Вы здесь используете по чайной ложке три раза в день. Есть витом капсулированный. И на каждом из витомов у нас, в общем-то, есть загадочные цифры. Тут двоечка, тут один-один, троечка, в общем, есть там один-двадцать-три. Как в этом разобраться? Ну, самое универсальное – это витом один-один. Вы сначала его принимаете. Курс лечения, в общем-то, десять дней. После того, как вы его пропили, вам нужно будет переходить на витом-два, который, в общем-то, содержит в себе сумму витомов 3 и 4, либо на витом 3 и 4. Ну, и, в общем, вот так поддерживает свой биоциноз, свою внутреннюю чистоту и, в общем, микрофлору кишечника. Кроме того, что, ну, правда, вот в этих витомах, как в капсулированных, так в этих, достаточно большое количество сахара, и существует вот такой порошочек комарова, в котором сахара нету. Но находится та же самая бактерия, то есть та же самая сенная палочка. На эффекте вот этой же сенной палочки у нас есть еще такой косметический гель – биосептин. В общем-то, биосептин, он очень хорошо оздоравливает кожу. Здесь хвоя, сенная палочка, и она именно уравновешивает микрофлору именно раны и очень хорошо заживляет, в общем-то, любые раны, любые порезы. Ну, и разработан такой же спрей «Назальный ноздрин», потому что через слизистую носа хорошо проникают, в общем, любые питательные вещества, ну, в том числе и бактерии. И, в общем-то, делает свое полезное дело она. Поэтому я отношусь к ВИТОМ как к индуктору интерферонов, то есть как к тому веществу, которое может стимулировать рост собственного интерферона, что иногда очень и очень необходимо. Когда у вас упал иммунитет, когда у вас там осень, когда у вас весна, когда у вас вот еще какие-то такие проблемы. И еще одно главное, наверное, свойство ВИТОМа, то есть мне всегда очень интересно, когда препарат действует на животных. Да, изначально он и разработан, в общем-то, для животных. У животных нет эффекта плацебо, то есть вот что вот так вот он съел, там подумал, и ему легче стало. Ну вот, допустим, мой кот спокойно перенес операцию, мы удаляли пулю, пиратско полученную с лапы, и вот сыпали ему на лапу этот же ВИТОМ, и он его прекрасно связывал, и рана от пули заросла очень быстро. Кошак выглядит здоровым, жизнь у него счастливая. Поэтому, чтобы жизнь у вас была такая же счастливая, как и у моего прооперированного кошака, конечно, нужно принимать ВИТОМа. Ну, вот прямая трансляция у нас закончилась, оставите. Вопрос еще больше. Есть еще вопросы, вопрос это замечательно. Ну вот, расскажите, спрашивают, расскажите, пожалуйста, как применять осенью, весной, летом? Ну, вот у меня такая вот большая... Просто свой опыт, наверное, да? Да, моя большая баночка ВИТОМ, она находится у меня всегда. Вот, я просто по своему организму знаю, что осенью и весной мне становится несколько хуже, чем летом. Вот, если зима и лето у меня проходят хорошо, то весна и осень для меня период спада моего иммунитета, лично моего. Ну, вы за свой организм знаете гораздо больше. Поэтому, вот, я ВИТОМ принимаю курсами именно осенью и весною. И в течение лета, если мне что-то там вот как-то не понравилось, я съела что-то неправильное, фрукты какие-то, вот, я, в общем-то, вот, опять обращаюсь к ВИТОМу. В общем-то, он у меня постоянно в аптечке находится, но курсами я пропиваю весной и осенью. А дозировки, спрашиваю? Вот, а дозировки очень просто. Вот, если она в порошке, то там считается чайная ложка 3 раза в день. А если в капсулах, то все дозировки вот здесь вот написаны. Вот, как капсулированно принимать. Я больше люблю в порошке, но некоторые удобства капсул ценят тоже. Поэтому, вот, у вас есть свободный выбор, как купить в порошке, так и купить в капсулах. И еще просят рассказать про порошок комарова. Ну, вот, порошок комарова, порошок комарова, это та же сенная палочка, это тот же самый индуктор интерферона. Он точно так же, в общем-то, наладит вашу микрофлору. Но там нет сахара, потому что вот здесь достаточно много сахара, здесь сама бактерия, она в такой вот сахарной оболочке. В общем-то, между прочим, животные любят, поэтому и слизывают этот порошок. А порошок комарова у нас без, в общем-то, без сахара. Поэтому для диабетиков специально, вот он разработан, если вы очень жестко следите за сахаром, за своим весом, то вот можно использовать его. Тот же самый будет индуктор интерферона. И в этом же смысле точно так же работают капли, наздрин. Вот тоже в период обострения, в период весна и осени, это можно использовать как профилактически, так и для лечения. То есть профилактически вы вызовете повышение местного иммунитета, у вас мягче пройдет заболевание, а лечебное действие будет, несмотря на то, что здесь нет ни антибиотиков, ни антисептиков, ничего такого, то есть сама осенная палочка, она вытеснит вот тех вот агентов, которые попали к вам. Вирусы, грибки и так далее, и тому подобное. Еще просят рассказать про мазь. И какую лучше применять, ветеринарную или косметически? А, ну вот здесь вот есть вещь, да. Меня очень часто спрашивают по поводу витомов, по поводу, что все это ветеринарное. Но, честно говоря, сами создатели витомов, они относятся к теплокровным, то есть они относят и животных, и человека, поэтому вот это деление несколько условное, ветеринарное, неветеринарное. Производство абсолютно одинаковое, потому что, да, вот для человека вот было бы не 1,1 там, а 1,23, то есть вот нужно было бы искать 1,123, то есть вот чисто человеческие вот витомы. Но я отношусь к этому, что, в общем-то, все эти препараты разработаны для теплокровных, они одинаково действуют на животных и на человека. И вот, ну, биосептин я вот использую, на нем не написано, косметические гели, ну, скорее всего, это человеческие, ну, даже если я встречу в ветеринарной аптеке, я тоже его беру. В общем-то, там действующее вещество, вот как раз сенная палочка, она убирает уже патогенную с поверхности кожи, то есть вот как она на угревую сепь действует. То есть она выравнивает именно иммунитет кожи поверхностный, то есть она своим количеством забивает, не оставляет жизненного пространства именно патогенной микрофлоре. Ну и экстракт хвои, который здесь, в общем-то, в гелевой такой форме. Хвоя, она очень хороша для нашей кожи, она на многие заболевания, вот такие на все дерматозы, на все угревые сепи действует. Ну, даже на Писаре Асана действует очень хорошо. Ну и расскажите, где все-таки это приобрести, вот о нашем магазине, еще в конце. Ну, витом мы можем, можете приобрести, в общем-то, в Новосибирске. У нас есть вот такой магазинчик, вершки и корешки в Академгородке, в торговом центре, на втором этаже. Это у нас улица Ильича-6. Ильича-6, вот мне подсказывают, да. И есть еще магазин «Гигант» на Перском шоссе, там вот вообще не заблудитесь, он перед экскалатором. Тоже магазин «Вишки и корешки». И спокойненько вся информация в конце блока у нас будет, где это можно приобрести. И консультанты у нас, продавцы, очень грамотные, они легко вам могут объяснить, какой витом нужен вам именно в данный момент. То есть можно позвонить в магазин? Можно позвонить в магазин непосредственно, можно прийти в сам магазин, проконсультироваться в наличии, у нас витомы есть всегда. И еще у нас есть бесплатная линия, да? Да, и у нас есть... 8 800 500 23 36. То есть это бесплатный звонок и любые консультации, да, по продукции? Да, но там не только консультации по продукции, там еще консультации по применению, поможет вам именно лично в вашем случае или не поможет вам в этом случае, либо нужно взять что-то какое-то посерьезнее, другой препарат. Но вот мне, как индуктор энтоферона, нравится очень сильно, потому что у нас, в общем-то, в продаже, как в аптечной сети, как вообще в других сетях, индукторов энтоферона-то очень мало. В общем-то, у нас есть вещества, стимулирующие иммунитет, есть вещества, помогающие иммунитету, и вообще это очень достаточно такая вот тонкая грань. Витом вы можете без опаски применять, потому что оздоровите весь еще и внутренний желудочно-кишечный тракт, внутреннюю свою микрофлору, она будет именно зарастать теми своими полезными бактериями, а не стриптококками, стафилококками и другими бактериями. А чем витом отличаются от других пробиотиков? Чем отличаются витом от других пробиотиков? Ну, все пробиотики, в общем-то, имеют в своем составе разные бактерии. Кто-то берет одну бактерию, кто-то берет сумму бактерий, кто-то берет лактобактерии, те, которые уже должны жить у нас в кишечнике. Ну, допустим, масса пробиотиков, у нас есть биходобактерины, лактобактерины, то, что она изначально должна жить. Но когда она попадает как бы в кишечник, ну, в общем, такой 50 на 50 приживется ли она там. Если там очень много патогенной микрофоры, то очень тяжело зацепиться лактобактериям и начать свою оздоровительную часть. Поэтому у нас витомы, они прежде всего вытесняют конкурентов. Это вот такие вот они, хорошее наступательное такое оружие. То есть, попадая в кишечник, они вытеснят всех стриптококков, всех стафилококков, всех других анаэробов, которые неправильно там живут. Они создадут пользу для того, чтобы свои собственные лактобактерии просто расселились. Чтобы собственный свой интерферон, он просто вот начал вырабатываться, где он должен вырабатываться, в кишечнике и в других селью. То есть, лучше сначала пропить витом, а потом уже закрепить это всё микрофлору пробиотиками. Да, сам уже витом будет способствовать... Эффект имеет свой интерферон. Да, да, сам по себе витом будет способствовать тому, что уже будет лучше. А как бы если вы ещё сверху добавите лактобактерии, бифюдобактерии, нарине, биовестин, в общем, в жидкой форме, в таблетированной форме, да тот же самый линекс, жутко разрекламированный, то, в общем-то, это будет... В общем, заселение произойдёт гораздо лучше. Это как вот вы вызвали сначала уборщика перед тем, как заселиться в квартиру. Так, ну и вот вопросик ещё, не совсем к теме относящейся. Я зачитаю. У вас есть что-нибудь, чем можно вылечить кухлярный неврит слуховых нервов? Что-нибудь можем им посоветовать? Или не готовы сейчас ответить в комментариях? Нет, мы готовы ответить. В общем-то, неврит и вещь достаточно очень тяжёлая. Причину вылечить мы навряд ли сможем, то есть оно тяжеловатое. А вот обезболивающие... Ну, собственно, у нас же не лекарства. Да, у нас не лекарства, в общем-то, в магазине. Ну, обезболивающих моментов именно вот для этого неврита, в общем-то, у нас есть. У нас в Кольцово есть серпентарий, там выращивают змей, и змеиный яд, в общем-то, он хороший обезболиватель. Поэтому для этого случая невриты, они, в общем-то, возьмутся. У нас хороший обезболиватель, гель такой на змеином яде, без запаха, для неврита подойдёт. А что делать надо? Ну, мазать надо, в общем-то. Ту область, которая болит. Вот, а причина сама, причина сама, там причина несколько серьёзнее, данного неврита. Надо лечить теми лекарствами, которые выпишет невролог. Да, вы покажите это, Гид, пожалуйста. Так, а я сейчас у себя задойду, до этого випрозана. Чтобы, чтобы это... В общем-то, вот. Человек, который... Вот, випрозан, это то, что о чём я говорила. То есть... Поближе, да? Да, вот, вот, вот. Вот отсюда опустите ниже чуть-чуть. Я покажу его тут. Вот, наверное, увидят все. Вот представляете, раньше этих змей, гадюк, откуда-то с Узбекистана надавали вот этот вот яд. А здесь вот уже вот они, вот они, гадюки. То есть они живут в серпентарии благополучно, это самое. У них счастливая жизнь. И вот счастливые змеи отдают яд. И вот делается такой випрозан. Он гелевый, он ничем не пахнет. Он очень хорошо обезболивает. Как колени, как спину. Но уж неврит точно возьмёт. Ну что, вопросов больше нет? Раз вопросов больше нет, то, в общем-то, ставьте лайки, делайте перепосты для того, чтобы данная информация, она, в общем-то, разошлась дальше. Мы облучшали. Да, у нас такая вот, такие у нас трансляции будут очень часто, по субботам, вот, постоянно. Поэтому следите за объявлениями в группе, в группе как раз в Одноклассниках, Вершки и Корешки. Вот, и, в общем-то, вся информация будет внизу под видео. Так что, пишите, звоните, ставьте лайки, пальцы вверх. Так вот ещё, знаете, вопрос. Ещё один вопрос. Народ раскачался. Так, у меня в детстве была травма коленной чашечки. Делали снимки, ничего не показала. Что посоветуете? Ну, кроме, кроме, кроме всех занятий физкультурой для того, чтобы снабжение кровью данного колена было хорошо, то есть все упражнения на растягивание, то есть занятия там по методу Бубновского и других авторитетных товарищей, если вас это вот беспокоит, именно травма чашечки, то мы обезболиваем, опять же, можно тем же самым випрозаном, спокойненько мы можем обезболить. А если мы говорим о питании данной чашечки, то у нас вот есть очень хорошее мумиё, которое с Алтая привозят. Мумиё, оно, в общем-то, подпитывает кости, связки, коллагены, поэтому принятие кальция, мумия, то есть, вот, в общем-то, оно будет способствовать дальнейшему оздоровлению вот этой вот чашечки. Насколько она, вот, травма старая вас беспокоит? То есть, вот, ну, периодически нужно принимать что-то для питания колена, делать упражнения и обезболивать тогда, когда она вас, в общем-то, достала. Ну, вот, обезболивать неплохо випрозаном. Подпитывать хорошо мумиё. И у нас есть масса ещё чаёв для суставов, что тоже будет вот в ту же самую копилку. Спрашивают, какая цена для меня у нас? Ой, у нас цена достаточно разная. Сейчас я посмотрю. Ну, вот у нас 50 грамм, 190 рублей. Ну, я сама вот с республики Алтай, с Суискоксы беру там 800 рублей, 100, не 100 грамм. Меньше говорить. Да. Ну, это натурально всё. Да, всё такое натуральное. То есть, это в хорошей цене. У неё, у нас есть, у неё, в общем-то, с травами смешанные, с разнообразными. Поэтому, в общем-то, в общем-то, можно, можно каменное масло использовать в этих же самых проблемах. Поэтому, в общем-то, нужно либо позвонить в магазин «Вершки и корешки» и проконсультироваться, либо, в общем-то, приехать и на месте с этими проблемами разобраться. Так, спрашивают, ограничения есть в курсе применения? По Витома? И как при... Ну, не уточняется, чего ограничения. Это был вопрос, как бы продолжается с травмой вот этого. Ага. Алена, и как применять мумиё и каменное масло? Вообще вопрос один. А, ну, тут, тут... Ну, во-первых... Да, мумиё, мумиё. Во-первых, если мумиё у нас, оно капсулированное, то тут всё написано, как мы капсулами принимаем. Если таблетированное, то тоже всё написано. Если это мумиё прям бальзамом, то мы зачерпиваем, в общем-то, такую спичечную головку. Это получается 0,2 грамма. 0,2 грамма мы спокойненько разбавляем чуть-чуть водички и выпиваем три раза в день до еды. Это стандартная дозировка при многих болезнях. Ограничений в приёме мумиё вообще не наблюдаются. Его можно пить. Вот я знаю нескольких шаманов, которые годами это мумиё принимают, отгрызывают и проглатывают. И как-то очень себя хорошо чувствуют. Причём мумиё, оно же действует не только на костные проблемы. Тут у нас и диабет, и разнообразные гипертонии, обменные процессы. Поэтому у нас мумиё, в общем-то, настолько универсально, что принимайте, принимайте, принимайте. А как мумиё хорошо действует на кожу, оно, в общем-то, и на названии мумиё, а слово мумифицировать. Кстати, поищите в интернете мой ролик про мумиё. Там настолько всё подробно написано. То есть надо будет просто в YouTube зайти, кликнуть на газеты «Вершки и корешки», и я там рассказываю про мумиё. И очень-очень-очень подробно. Мумиё можно там в крема добавлять, в шампуни добавлять, на кожу надеяться хорошо, и очень хорошо на костную систему. А я хотел бы ещё добавить про коленку. У меня похожая ситуация. Давайте я сяду туда. Сейчас вы мне вместо. Так, а вы посмотрите, чтобы я попал. Угу. Маленько? Да. Хорошо. Да-да-да, хорошо. Так, я хотел бы просто про коленку добавить. Вот у меня подобная ситуация. Я даже не помню, где я травму получил. И, ну, у меня дискомфорт. Я обратился к травматологу. Сказали, что нужно делать операцию, снимки. Вот. Но я свой способ нашёл и хотел бы порекомендовать. Это, знаете, помогает употребление дистиллированной воды. Плюс жёсткая на, как это называется, когда на колени фиксатор носится. Хороший, покупайте хороший фиксатор. И посмотрите, вот, употребляйте месяц дистиллированную воду. И боли у вас должны пройти. То есть, я думаю, что это связано с какими-то дистрофическими процессами. Плюс отложение солей. Ну, и вот это создаёт этот дискомфорт в коленях. То есть, эффект употребления дистиллированной воды очень простой способ, но очень эффективный. Так, ну что, у нас вопросов нету. Сегодня у нас посмотрело 283. Люди стали подписываться. Ну, наверное, что 12 часов, я так понимаю, что ещё европейская часть, да, не проснулась. Мы, возможно, как-то будем эти трансляции отрабатывать. Но я думаю, что у нас трансляции улучшаются. Это вы можете увидеть. Потому что это во всём опыт. Продолжение следует...